добрый день с вами national explorer андрей шалыгин и мы с вами продолжаем разговор о зимней охоте и о том что для этого нужно ну дело в том что первый вопрос если вы идете в зимний лес главное оттуда вернуться не с добычей а вернуться поэтому первое о чем мы должны заботиться это безопасности потому что даже если не в землем лесу а в любом другом вы все равно на охоте с луком вернетесь с добычей далеко не каждый раз если вы там не на паркетную охоту поехали а на обычную ходовую или охоту за ситки потому что зверь не дурак плохую охоту он тоже не ходит так же как и человек ну вот поэтому собственно говоря в пургу метель там ветер в дождь шляться зря по лесу смысла никакого нет если вы не на хищника охотитесь а на мирный объект охоты но то с точки зрения лучной охоты в общем-то не каждая пятая даже охота заканчивается хорошей добычи если вообще заканчивается добычей успешно поэтому первое о чем вы должны думать это о безопасности у научить ориентироваться и выживать это в наши задачи сейчас пока не входят а с точки зрения одежды нужно помнить всегда что ошпаренных меньше чем обмороженных вот поэтому значит нужно одеваться хорошо достаточно комфортно мембранные современные технологии тенсулаты различные мембраны и все остальное прочее вот но лучше всегда иметь одежду комбинированную многослойную чтобы что-то снять что-то поменять допустим поменять даже слои местами там и все такое прочее поэтому если вы идете на на охоту в смешанный лес который смежается перелесками и в принципе допустим если вы видите какую добычу даже не с точки зрения комфорта и утепленности а с точки зрения маскировки есть смысл носить двойную одежду до белую смешанную но скинули или поменяли местами вы уже белые там да и так далее но с точки зрения удобства и простоты ну бы большинство сейчас приобретает вот новый модный вариант вот этой горной военной одежды горки так называемые горки 2 горки 3 вот у которых сейчас появилось очень много модификаций варианте greta палатка ripstop они достаточно жесткие тяжелые вот ну а значит современные модели вот типа как вот этой горки то есть крой абсолютно тот же с 2015 года вот ursus начал выпускать вот такие горки они в разной цветовой гамме совершенно то есть и цвет накладки дублирующие разные там да и цвет основной ткани тоже совершенно разные в зависимости от ваших потребностей ну флис под такую горку хотя она сама дублированная флисом лучше одевать поплотнее вот polar флис так называемый там грамм на 200 250 может быть даже 300 если в морозец вы идете вот она совершенно не помешает ну и какой-то жилет отдельно в рюкзачке меховой иметь в общем-то следует который естественно подбит белым мехом для того чтобы всегда можно было снаружи камуфляж изнутри белый вывернуть то есть всегда это одежда имеет две стороны два слоя один белый один в общем-то хаки или камуфляж нормально с точки зрения времени охоты стоит сказать что нет никакого особого смысла вставать к обеду и 15 часам ехать в лес ничего там не найдете и даже близко потому что вся охота которая только бывает она в основном происходит либо в ранние утренние часы вот либо вечером то есть когда зверь встает с лёжки и начинает кормиться либо вечером возвращается на лёжку вот при примещении с места кормления значит на место отдыха в основном зверя и поджидают утренние и вечерние часы днем как правило кормившиеся с утра зверь отдыхает где-то на лёжке поэтому днем его искать тоже в общем-то бесполезно потому что он лежит и вас слышит очень задолго перед тем как вы подойдете поэтому он спокойно встанет и тихо спокойно уйдет он не движется чтобы что-то там пропустить поэтому выезжают на охоту как правило в сумерках либо значит в утренние либо вечерние часы для того чтобы нормально поехать на любую такую охоту неважно на какого зверя или птицу нужно выезжать засветло чтобы на зорьке на рассвете или на закате быть на нужном месте примерно часа полтора-два вот утром и вечером вот в эти все сроки в основном укладывается вся охота если в этот промежуток времени вы зверя не нашли и он в том месте где вы ожидали не появился то нет смысла дальше выжидать нужно приходить переходить либо на другое место либо к другому способу охоты ну вот мы видим здесь малик достаточно длинный причем ни одного зайца вот один шел оттуда вдвоем скакали дальше вот здесь очевидно подтягивался третий вот начинаются вот эти вот гуляния весенние сейчас зайца в общем-то в целом по россии конечно стало немного европейской части но вот есть места где в общем-то его численность вовсе не уменьшается увеличивается и вот час вот по малику а это суточный ход зайца за день от лёжки до лёжки вот поэтому по него можно сейчас по белому еще проследить в общем-то зайчик хорошо лисичка видна вот замечательно поэтому сейчас конечно выслеживать добычу достаточно просто однако передвижение в таком лесу где очевиден малик без лыж и снегоступов конечно достаточно сложное занятие поэтому второе что вам кроме одежды понадобится это в общем-то либо охотничьи лыжи что нынче в общем-то не очень нужно особенно там для таких мест расположены близко к городам где в общем-то дневной ход охотника не очень велик а вот снегоступы или укороченные охотничьи лыжи это самый раз вот обратите внимание это достаточно старый след зайца ну как старый сутки ему есть примерно точно а вот это уже посвежее прошла по его следу собака она здесь его тропила здесь заяц подходил к дороге поближе прислушивался ну видно машины шли и он значит периодически вида дул ветер он слышал какие-то звуки периодически останавливаться то есть он топтался по месту след оплыл осел расширился а вот здесь по его следу шла лайка вот лаечка значит это самое внимательно посмотрела на это все дело лапки раздвинутые то есть это не лисица у лисицы собраны также как у волка пальчики а здесь шла лайки небольшая вот как у нас сейчас как карька типа карелки шпиц небольшая лаечка шла она уже сегодня где-то по утру прошла вот поэтому следу смотрела значит где у нас здесь броет зайчик здесь угодья военно-охотничьего общества вот видно с утра здесь охотничек с лаечкой за зайцем ходил